Медицинский туризм в офтальмологии. Стоит ли ехать в какую-то другую страну или хотя бы в другой регион для того, чтобы сделать какую-то операцию на глазах? Давайте поговорим сегодня о медицинском туризме и стоит ли ехать, например, из Украины в Израиль или из России в Италию или там еще куда-нибудь, для того, чтобы получить максимальное качество зрения или получить доступ к каким-то, ну, совершенно уникальным технологиям. Всем привет! С вами снова Алексей и это канал о зрениях и технологиях в офтальмологии, не офтальмолог. Итак, что такое медицинский туризм в широком понимании? В нашем понимании медицинский туризм это когда вы едете в какую-то, чаще всего, другую страну для того, чтобы получить доступ к какому-то либо уникальному хирургу, либо чаще всего к каким-то уникальным технологиям, потому что в вашей стране чего-то нет и вам небезопасно оперироваться в вашей стране, либо каким-то другим методом лечить какие-то заболевания. Вы находите либо специальную компанию, которая вам организует эту поездку, либо вы самостоятельно изучаете вопрос, связываетесь с какой-то зарубежной клиникой и едете лечиться. В более широком или, может быть, даже наоборот, в более узком смысле медицинский туризм это когда вы, например, ровно едете в Киев или там из какого-нибудь города из Ростова-на-Дону едете в Москву для того, чтобы прооперироваться. Стоит ли это делать в офтальмологии и по каким признакам вам стоит определять, скажем, нужно ли вам действительно тратить деньги на перелет в Израиль, условно говоря, или можно прооперироваться достаточно хорошо в вашем родном городе. На сегодняшний день в вопросах лечения катаракты и подавляющего большинства глазных заболеваний, ну, по крайней мере, я буду говорить сейчас про Украину, у нас есть все максимально доступные технологии, которые есть в развитых европейских странах, и у нас есть достаточно много квалифицированных хирургов, которые могут хорошо прооперировать катаракту и поставить вам самый лучший хрусталик из доступных на сегодняшний день. Стоит ли ехать из Украины, из России, из Казахстана в какую-то другую страну? Скажем так, если вы четко понимаете зачем, то, наверное, да. Но давайте попробуем разобраться с этим вопросом зачем. Чаще всего, когда мы пытаемся найти какое-то место, где мы хотим полечить глаза, зубы или так далее, мы ищем врача. А вот в вопросах медицинского туризма я чаще слышу о том, что речь идет о клиниках. Друзья, хочу вам сказать, что в тех же западных клиниках работают тоже точно такие же врачи. И, например, за последнее время из Украины эмигрировало достаточно большое количество офтальмологов, ну, опять же, не буду говорить вот этими общими штампами, много, мало, я не знаю. Сколько? Ну, знаю, что некоторые украинские офтальмологи работают в Чехии, в Польше, в Германии и так далее. Наверняка то же самое можно применить и к России, и к Беларуси, возможно. То есть вы можете уехать в какую-то западную клинику и попасть к своему соотечественнику на операцию. Хорошо это или плохо, я не знаю, но если вы полетите, например, оперироваться в Испанию, чтобы вас не оперировал, например, украинский хирург, а он вас будет оперировать, ну, возможно, будут нюансы. К чему это все говорю? Оперирует хирург, и если вы планируете какую-то поездку, как для медицинского туризма куда-то, попробуйте узнать все-таки, кто будет вашим хирургом на месте, и ответьте себе на вопрос, что именно вы хотите получить. Качество вашего зрения после операции непосредственно и напрямую зависит от того, какой тип хрусталика вы выберете и насколько качественно этот хрусталик был изготовлен. Операция по замене хрусталика глаза – это операция, которая делается один раз и на всю оставшуюся жизнь человека, независимо от того, в каком возрасте этот хрусталик был поменян. На сегодня не существует ни единого хрусталика, который восстанавливает вам зрение до того состояния, которое было у молодого здорового глаза в 20-25 лет. Для того, чтобы полностью разобраться в этой теме, смотрите видео на моем канале, попробуйте найти хорошего хирурга, который вам тщательно и подробно разъяснит все детали, все нюансы. Вы можете обратиться ко мне для получения персональной платной консультации по вашему вопросу. О том, как это происходит и как ее получить, загляните в описании к этому видео. В катаракте важным показателем является количество операций, которые выполняет ваш хирург и те линзы, те хрусталики, которые есть в ассортименте вашего хирурга, плюс оборудование, на котором он выполняет эту операцию. Понять, на каком оборудовании выполняется операция, достаточно сложно пациенту, который в этом не разбирается. Но шансов получить доступ к хорошему оборудованию, конечно, больше в больших городах и за рубежом. Хотя и за рубежом существуют клиники, которые оперируют на достаточно поношном оборудовании. И поверьте мне, за рубежом существуют хирурги, которые точно так же достаточно халатно относятся к своей работе, точно так же не очень хорошо мыслят и точно так же делают ошибки. Поэтому я не хотел бы, чтобы у нас складывалось ощущение, что вот у нас в стране, неважно в какой стране идет речь, если вы смотрите меня из России, вы можете думать, вот у нас в России плохие, или если вы в Казахстане, вот у нас в Казахстане какие-то не такие, если вы из Украины то же самое, то есть вот у нас здесь, вот это все плохо, вот там все хорошо. Нет, друзья, и у нас есть хорошие хирурги в любой из стран, и на Западе тоже есть и хорошие, и плохие хирурги. Сложный это вопрос, но, скажем так, пациентам из Украины ехать в какую-то другую страну, менять хрусталик глаза, я точно бы не посоветовал, потому что можно просто в крайнем случае приехать в какой-то крупный город или даже по своей области узнать, где есть хорошие руки или куда приезжает хороший хирург, и прооперироваться там. Пациентам из России на сегодня, возможно, есть смысл куда-то съездить, если они хотят поставить какие-то линзы, типа вот, например, гибридной Синерджи из последнего, потому что в России она еще не доступна и не будет доступна еще, наверное, год-два. А если вам нужно оперироваться именно сейчас, у вас есть желание и возможность, вы можете съездить либо в Украину, либо в Казахстан. В Казахстане тоже эти линзы доступны. Что касается каких-то специальных методов лечения катаракты, то ничего нового, кроме как базовая факоэмурсификация в мире не придумано. Да, есть так называемые лазерные процедуры удаления катаракты или удаление катаракты при помощи, скажем, лазера. Там идет не полностью лазерная процедура, она так называется laser-assisted, то есть катаракт удаляют при дополнительной помощи лазеры, но основная процедура происходит руками и все тем же ультразвуком. Так вот, вот эти процедуры, они действительно прикольные, там есть свои плюсы, но какого-то решающего количества, какого-то серьезного влияния на результирующее качество зрения они не оказывают. Поэтому, если перед вами стоит дилемма, у вас есть, например, какой-то бюджет на операцию и за примерно за те же деньги вы можете поехать поставить какой-то более простой хрусталик, но с использованием этих лазерных технологий в какой-то одной клинике, либо поставить более дорогой хрусталик, но без лазерных технологий и при хорошем хирурге в другой клинике, то я бы все-таки выбрал более дорогой хрусталик, потому что именно хрусталик в конечном итоге будет определять ваше качество зрения после операции. Поэтому, наверное, все-таки пользоваться медицинским туризмом имеет смысл в том случае, если в вашей территории нет того типа хрусталика, который вам бы больше всего подошел, а у вас есть время и возможность поставить его и съездить в какое-то другое место. Либо по какой-то причине вы знаете, что в вашем регионе ваш хирург вам не внешает доверия. Во всех остальных случаях вы можете смело оперироваться у себя дома, если в вашей домашней клинике вас устраивает цена, вы доверяете этому хирургу и там есть тот хрусталик, который вам нужен. Потому что технологии везде сейчас более-менее одинаковы, достаточно качественные, достаточно хорошо отработаны и так далее. Если вы находитесь в России, в Казахстане, в Белоруссии, возможно, вы даже находитесь в Европе и хотите сделать операцию за какие-то более, скажем, щадящие деньги, чем это происходит в Германии, вы можете приехать в Украину, я вам помогу подобрать клинику, где вам могут хорошо поменять хрусталик глаза. Поделитесь вашим мнением, что вы думаете по поводу медицинского туризма, стоит ли ехать лечить катаракту в какой-то другой город или делать какую-то лазерную коррекцию зрения, например, в Израиле, или что вы думаете по этому поводу, мне будет очень интересно ваше мнение. А чтобы помочь мне в продвижении моего канала, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и увидимся в следующих выпусках. Пока!